Более 7 тысяч достижений есть в игре, большая часть из них проста, но посреди огромного числа чивок есть самые редкие и самые сложные. Их получение может растягиваться на сотни часов фарма или даже на многие годы долгой попытки собрать нужные вещи. И даже прекрасно колесо фортуны не всегда может помочь добыть самые геморройные достижения в игре. Шлис завершающие аккорды дополнения легион. Финальный рейд уже открыт. Все кто хотел его уже давно закрыл. Для фанатов сражения против игроков появляется новое поле боя. Бурлящий берег. Это поле боя было показано еще на Близконе 17-го года. Его суть примерно такова. В самом начале Орда и Альянс появляются на летающих кораблях. Спустя пару минут они прыгают на парашютах на остров. На этом острове с разной периодичностью появляются азеритовые жилы. Задача Орды и Альянса собрать 1500 азерита. С каждой жила дается по 100 единиц. Противоположные стороны дерутся за появляющиеся жилы. Как и на всех предыдущих полях боя, с введением их в игру появляется достижение. Большая часть из них довольно примитивна. Собери пару штук азеритовых жил или победи один раз на Бурлящем береге. Сильно отличалось только одно достижение. Хороший старт. Оно гораздо труднее, чем все остальные. Критерий получения хорошего старта. Собрать 25000 азерита. Либо если сокращать. Нужно собрать 250 азеритовых жил. Задача не самая простая. За одну игру удается собрать всего пару штук. Другие же игроки тоже не будут стоять на месте. Противоположная фракция будет мешать, желая получить азерит. А игроки своей фракции вряд ли будут ждать какого-то охотника за ачивками. Особенно дело усложнялось, если класс не имел стелс режима. Хороший старт требует много часов фарма одного и того же поля боя. Если конечно постараться, найти хороший состав друзей или просто часто играть на полях боя, собирая азерит. Получить достижение можно, но так было не всегда. Та версия достижения, которая есть в игре, сильно упрощена. Когда только выходил бурлящий берег, критерий получения ачивки был гораздо больше. Вместо нынешних 25000 было 100000. Если первые с трудом, но собрать можно, то вот цифра 100000 не на шутку пугала людей. Игроки трубили о том, что такая планка уж очень большая. Собрать 100000 при нынешних правилах бурлящего берега возможно. Но никто в здравом уме не пойдет на это безумство. Люди, как и полагается, начали просить, а потом требовать нерфа. На данный момент смогло получить достижение хороший старт только 0,3% игроков. Только вот стоит учесть пару деталей. 0,3% игроков это с учетом того, что бурлящий берег существует в игре уже третий год. А также стоит учитывать то, что достижение было упрощено в 4 раза. Рейдовый контент славится трудными ачивками. Каждый рейд имеет свое уникальное достижение, обладать которым могут только лучшие из лучших. Одно из них касается рейда Наксрамас. Старый добрый рейд был финальным рейдом Ванилы и первым рейдом Гнева Короля Лича. Многие испытания игроки проходили во имя Гонки Прогресса. Долгими неделями, если говорить о Ваниле, боссы жили непобежденными. Только самые лучшие смогли их закрыть. Нынешний Наксрамас уже не особо такой сложный, каким казался в глазах первооткрывателей. Ну и также и у этого рейда есть свое достижение. Дары смерти. Для получения ачивки нужно всего лишь получить любой сет брони любого класса из Наксрамаса. На первый взгляд кажется, это просто. Но тут вырывается главная проблема. А рейда нет. Тот рейд, который был введен в Гневе Короля Лича, не подходит. Нужно собирать сеты из старого, Ванильного рейда. Достижение было введено в игру с выходом дополнения Легион. Старый Наксрамас был удален на момент введения ачивки уже как 9 лет. И тут возникает вопрос. Как обычным людям добыть хоть что-то из рейда, который удален? Добыть вещи любого сета из мобов просто нельзя. А поэтому есть только один способ это сделать. Черный рынок. На черном рынке время от времени появляются вещи из старой версии рейда. Появляются не часто. А если и появляются, могут ударить по кошельку. Иногда доходя до стоимости выкупа до отметки в полмиллиона золотых. И это лишь только за один предмет. Условие, что неважно сет какого класса нужно собирать, немного прощает дело. Условно простым считается сет Охотника. Предметы этого сета немного чаще попадаются на черном рынке. Особого гринда, как для многих ачивок Варкрафта, тут нет. Надо много золота, возможно миллиона золотых. И очень много терпения. Вещи нужного сета встречаются не так часто. А поэтому погоня за дарами смерти растягивается на много месяцев. Игроки на форумах рассказывали истории получения ачивки. Одной части людей везло. Они еще в старые годы смогли добыть части нужного сета. Оставалось докупить лишь пару предметов. Некоторым и вовсе везло. И даже покупать ничего не пришлось. Другая группа людей, которая не имела со времен ванилы частей сета, пришлось очень туго. Первые могли завершить ачивку очень быстро. А вот вторые были вынуждены буквально годами собирать нужные части. Если верить комментариям, некоторые тратили много лет на получение вещей. Один рассказал, что три года он каждый день проверял черный рынок. И только спустя три долгие года мониторинга, он смог собрать весь сет. Потратив при этом полмиллиона золотых. На сайтах с предоставлением услуг, получение этого достижения доходит до 1000 долларов. А достижения пусть и не требуют нудного фарма мобов. Требуют от игрока очень много времени и терпения, что дается далеко не всем. Фракции являются одним из самых древних атрибутов Варкрафта. На каждом континенте есть своя небольшая фракция, прокачивая репутацию с которой можно получать какие-то плюшки. Ценой у долгого или не очень фарма можно получать какие хорошие рецепты, так и предметы. А иногда вообще почти ничего не получать. К разряду последних можно отнести ванину фракцию Шендалар. Прокачка репутации с ними не дает особых преимуществ. Игроки лишь получают скромные награды за выполнение заданий. Посему прокачка репутации Шендалар до превознесения не имеет особого резона. Еще во времена актуальной ванилы они не пользовались особым спросом. Вся их община это небольшая горсть NPC, которая находится внутри одного подземелья, забытый город. Основной способ прокачки репутации это завершение трех заданий. За каждое задание дается немного репутации. За один раз можно взять только один квест. Для успешного завершения квеста нужно добыть пару предметов. Три из четырех предметов можно приобрести на игровом аукционе. Стоит условно дешево. Все три задания по сути одинаковые. Отличается по большому счету только последний предмет. Вот его уже нужно фармить. В зависимости от выбранного задания меняется место, но не меняется суть. Взял квест, идешь кровью и потом добывая четвертый предмет. Покупаешь или добываешь три остальных, сдаешь. Получаешь немного репутации и можешь начинать все сначала. Накопить четвертый ресурс заранее нельзя. Так нужно проделать примерно 90 раз. И вуаля, можно получить превознесение. Однако оно не будет иметь никакого смысла. Все награды уже были давным-давно получены. Когда завершалось дополнение гнев короля лича, игрокам становится известно, что фракцию скоро удалят. Узнали об этом игроки? Спонтанно. Под самый конец беты катаклизма. Люди, которые хотели получить достижение, пока это еще было возможно, ревнулись фармить квесты. Но успели далеко не все. Вот пример одного игрока. Решил он, что лето для простаков. Он его потратит на фарм достижения «Чокнутый». Достижение за репутацию Шенделар являлось одним из критериев. Очень долго фармил репутацию. Потратил десятки часов ради фарма. Потратил огромный по тем меркам 32 тысячи золотых. Днем он фармил нужные ресурсы, а ночью он фармил золото, дабы купить первые три предмета. Зашел на бету катаклизма и увидел, что фракцию убрали. Итог. Все лето полетело в печь. Чувствует он себя от этого не очень хорошо. Вся работа, потраченные часы, золото и теплое лето канули в бездну. От такого изменения мало кто был в восторге. Особенно, когда игроки видели, что в забытом городе по-прежнему стоят те самые NPC. Однако взаимодействовать с ними нельзя. Тем не менее, те, кто успел прокачать репутацию Шенделар, имел у себя в кармане ачивку. Одну из самых редких ачивок за фарм репутации. Легион принес в копилку ачивок достижения на коне. Пусть само по себе достижение является частью битвы за Азерот, появился она в игре с выходом Легиона. Для того, чтобы ее получить, нужно отправиться в одной из локаций Кул Терраса. Там будет один небольшой мини-эвент. Игрок садится на коня и преодолевает разные препятствия, получая взамен очки. Время ограничено. Если игрок делает что-то не так, он теряет эти очки. Чтобы получить достижение, нужно набрать 600 очков. Это кажется довольно просто. И возможно, в какой-то мере сейчас оно так и есть. Но вот в первое время старта битвы за Азерот, сделать его было гораздо труднее. Проблема была в том, как система защитывала очки. Люди на форумах то и дело жаловались, утверждая, что хитбоксы препятствий, которые нужно перепрыгивать, плохо защитывают прыжки. Посему, даже если очередная попытка была просто идеальной, прекрасной, просто успеть за отложенный срок пройти ивент с такой проблемой, крайне трудно. Со временем, проблемам подлатали, хитбоксы починили. Защитывание очков стало более точным. Но даже так, достижение смогло получить около 1% людей. На данный момент, если верить статистики сайта Data of Azeroth, это достижение является самым редким достижением Легиона, который по сей момент можно получить. Хотя, по сути, оно и является частью локации битвы за Азерот. Легион также принес новую особенность. Классовые оплоты. Они имеют длинную цепочку квестов, до конца которой мало кто доходил. Классовая кампания разбойников от самого начала до самого-самого конца была завершена только 2% игроков. В честь этого дается ачивка и титул. Теневой клинок. Ничего необычного, сложно, но в целом вполне себе выполнимо. Но когда еще шло бета-тестирование, награда была другая. Вместо теневого клинка давался титул Мастер-Убийца. За все это время полностью дойти до самого конца смогло немного разбойников. Сделав это, они получали красочный титул. Но вскоре награда меняется. Причина замены неизвестна. Старое название больше нравилось игрокам. Но такова воля создателей. Лишь единицы смогли получить оригинальное звание. Оно стало на время самым редким в игре. Но затем его полностью удалили и заменили другим. Гнев Короля Лича внес в игру такое достижение, как Баттл Мастер. Оно являлось достижением для полей боя. Чтобы его получить, нужно было на Альтраксской долине, ущелье Песни Войны, Нагорь Яарати и Окабури сделать нишу достижений. Структурные достижения за каждое поле боя были похожи. Сделать 100 побед, выиграть с таким-то счетом, завершить поле боя за столько-то минут и так далее. Были и уникальные, более трудные ачивки за каждое поле боя. Примерно половина критериев делались просто. А вот вторая, более трудная часть заставляла часами фармить. Например, в Низине Арате, защищая свои базы, 50 раз вернуть их под контроль, на поле боя Альтраксская долина, защитить 50 баз и захватить 50 кладбищ и тому подобные испытания. Сделав перечень таковых испытаний, получалась ачивка за конкретное поле боя. Ну а собрав 4 таких, получался Баттл Мастер. Каждая по отдельности получалась примерно 2-3% игроков, а те, кто решился в своем уме собрать все 4, еще меньше. На данный момент, Баттл Мастер есть только 0,8% игроков. С выходом Бандарии, появляется аналогичное достижение Хан. Суть примерно та же. Только вот если с Баттл Мастером нужно было часами сидеть на 4 полях боя, то для Хана надо уже 5. Каждый из них не то что проще, чем те, которые были при Баттл Мастере, а наоборот, еще сложнее. Если какой-то безумец решался кровью и потом добывать ачивку за конкретное поле боя, и таковых при Баттл Мастере набиралось 2-3%, то новые 5 едва ли набирали 1%, а иногда даже и до 1% не доходили. Проще говоря, требуется очень долго и геморройно формить одно поле боя, затем второе, третье, четвертое и пятое. Ну и наконец, завершив все свои мучения, долгих попыток сделать нужные критерии, получалось заветное достижение Хан. Есть оно только у 0,03% игроков, с учетом того, что есть оно в игре уже более 7 лет. Помимо ачивок за сбор удаленных сетов, есть достижения за сбор предметов игрушек. Ныне самым редким является, а эта сумка могла быть и больше. Во времена Пандарии, появилась такая локация, как вневременной остров. Это зона там, где как и новички, так и более прокачанные люди могут получать всякие плюшки. Есть мировые боссы, недельные боссы, куча деликов, много рарников и много чего другого. Рарников на острове весьма много, они дропают разные полезности вещи и игрушки. Большая часть игрушек для обычного игрока не имеет смысла. Но вот если найдется человек, который решил собрать все-все редкие игрушки, то он будет настоящим героем. Для получения, а сумка могла быть и побольше, надо собрать 55 вещей. Подавляющая часть падает из редких мобов. Ввиду огромного количества, дело становится очень геморройным. Поначалу, собирая первые предметы, кажется, все идет гладко. Мало-помалу собираются игрушки и уже даже треть собрано. Но эта самая треть, это самые часто падающие вещи. С каждым добытым подобным предметом, добывать остальную часть становится все труднее. Мало того, что сами рарники могут долго не появляться на острове, а если и появляется, и их даже не забрал другой игрок, то шанс выпадения нужного предмета может быть меньше 1%. Достижения в этом плане очень обманчивы. Люди должны буквально месяцами искать и фармить нужных рарников. Некоторые тратят даже по полгода. Дабы ускорить этот процесс, люди шли на хитрости. Используя систему Cross Realm, можно было переходить на фазу другого сервера и пытаться уже там найти нужного рарника. Если он там не был найден, прыгаешь на другую фазу сервера и повторяешь, пока не найдешь нужную цель. Достижения образовали Дьявольским. И много раз пожелали проснуться создателю ачивки в аду. Сейчас, когда рарники не несут опасности, а остров посещает мало людей, добыть ачивку относительно просто. Иметь ее в актуальное время была огромной удачей. Ныне только 0,5% смогли ее получить. Ну а во время Дренора, ею владело только 0,1% игроков. Некоторые достижения получить крайне трудно. А те, кто смог все же их заполучить, становятся в какой-то мере героями и безумцами. Безумцами, которые тратили месяцы и даже годы ради своей цели. Ну что же, по сути на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!